Владимир Сутеев. Раз, два, дружно. Сказка. Однажды ночью в лесу разразилась страшная гроза. Зашумел, загудел ветер, пошел сильный дождь. Зверушки попрятались куда-то, а лось скрылся от непогоды под старой елью. Буря повалила дерево. Тяжелый ствол крепко прижал к земле петристые рога лося. И он оказался в ловушке. Утром на полянку пришел ежик. Увидел лося в беде, всплеснул лапками. Ах, бедняга, сейчас я помогу тебе. Попробовал поднять дерево. Куда там? Оно и не шелохнулось. Невдалеке, на верхушке березы, сорока стрекочет. Кому жить поживать, кому здесь погибать? Рассердился ежик. Кыш отсюда, негодная. Я тебе этого не прощу, крикнула сорока и улетела. Прилетела сорока в самую чащу леса. А там под корягой волк лежал, зубами щелкал. Разлегся тут старый, застрекотала сорока. И не знаешь, что тебя богатая добыча дожидается. Вскочил волк, зарычал. Где добыча? Лося деревом придавила. Я тебе дорогу покажу. Тем временем на полянке заяц появился. Стал ежику помогать. Достали они длинную палку, под ствол упавшего дерева подсунули, на пенек оперли и нажали, чтобы было сил. Раз, два, дружно! Дерево даже не дрогнуло. А по лесу к ним волк трусит, торопится. Впереди сорока летит, дорогу указывает. Настречу им одноухий волк. Здорово, серый, куда путь держишь? Некогда мне, меня богатая добыча ждет. И я с вами, ряхнул одноухий. Устал ежик и заяц, только присели отдохнуть. Зайчиха прибежала и давая зайца отчитывать. Вот ты где негодный, дома обед готов, зайчата тебя дожидаются. Видишь, несчастье-то какое, сказал заяц и на лося лапкой показал. Заплакала зайчиха. Ах, как теперь ему помочь, гримычному? Тут плачь не плачь, надо лося выручать. Стала зайчиха помогать зайцу и ежику. В это время по лесу два волка бегут, а впереди них сорока летит, дорогу показывает. Им навстречу куцый волк вышел. Куда торопитесь, братцы? Не задерживай, добыча нас ждет большая. Ее с вами, зарычал куцый. Побежали вместе. А возле лося мелкота старается. Раз, два, дружно! Кричат ежик и заяц с зайчихой. Никак не удается раскачать тяжелое дерево. Белки с дерева пищат. Сейчас мы вам поможем. Не ведают они, что уже три волка по лесу бегут. Сорока впереди дорогу показывают. Устали серые разбойники. Запыхались. Сорока их подпадривает. Ничего, теперь совсем близко. Близко-то близко, да успеют ли. Ведь и зверята не ленятся. Раз, два, дружно! Ежик, заяц, зайчиха и белки всей тяжестью навалились на рычаг. И ствол дерева стал немного приподниматься. Мимо мышка пробегала. Что это тут делается? Эй, мышка, иди сюда скорее, помоги нам! Сейчас только лягушку позову. Прискакала лягушка. И вместе с мышкой стали они помогать. Опять все нажимают на рычаг. Гнется он, того и гляди, сломается. Раз, два! Еще выше поднялся ствол дерева. А тут как раз муравей мимо пробегал. Увидел ежик муравья. Кричит. Эй, муравей, помоги нам скорей! Взбежал муравей на высокую ветку. И оттуда прыгнул вниз прямо на конец рычага. Дружно! Еще приподняли ствол дерева. И освободили бедного лося. Ура! Закричали зверушки. А лось низко всем поклонился и сказал. Спасибо вам, друзья! Спасли вы меня! А тебе, ежик, особенная благодарность. Это муравей помог, сказал ежик. Если бы не он! Что вы! Смутился муравей. Я такой маленький. Маленький, а большое дело сделал. Когда волки прибежали на поляну, там уже никого не было. Где же добыча? Зарычали они. Прямо не знаю, застрекотала сорока. А кто это лось освободил? Ума не приложу. Тут из-под ствола упавшей ели выпал маленький муравей и гордо сказал. Это я. Я его освободил.